МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио-компании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Доброго порадкования, працеванные одиносины, развитие инфраструктуры. Старшиня был выконками, Геннадий Соловей провел прием грамадян. Новое життё. Однося старейших установок у выздоровья у Гомельской больницы, худкой медицинской допомоги, будет побудованный еще один корпус. Их призвание – допомогать иншим. Областная организация «Червоного крыжа» подвела выники работы. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Деянность гаражного кооператива, наведение парадку каля водоемов и реализация концепции развития велосипедного руху. Прием грамадян по особистых питаниях сёння провел старшиня, обл. выконками Геннадий Соловей. С принятыми решениями ознайомились наши корреспонденты. Пытания, с яким до старшиня обл. выконками звернулись члены гаражного кооператива номер 4, не може вырешаться уже некольких годов. И аж в 2018-м и оно разглядалося на судовом посаджении. Али с того часу ничего не изменилось. По словах наведовольников, решения, которые принимаются в кооперативе, не являются законными. Тычится это выбору керавнист управления, расходования сродков и приватизации майомости объединения. Теперь этим вопросом, которое будет находиться на контроле губернатора, занимаются юристы и правоохранные органы. Не може обойстись без поддержки обл. выконкам и предприемства, которое належит белорусскому товариству инвалидов. Участки, которые занимаются перепроцовкой драунины, сутыкнулись с недохопом сыровины. Набывать ее на бирже предприемство не може по финансовых причинах. А знайсти иншие крыницы не отрымливается. После каким выпадку свороты у Министерства лесной господарки и социальной обороны ситуацию не полепшили. Обратились по вопросу приобретения леса на корню. Потому что если этот лес уже будет с разработкой, то, естественно, другая цена. И для нашего предприятия это будет катастрофически сложно. Если учесть, что у нас работает более 50% инвалидов. Я надеюсь, что Геннадий Михайлович действительно даст поручение и этот вопрос будет на контроле. Если вопрос решится положительно, то, конечно, мы довольны. Потому что, ну, иначе тогда надо просто ставить вопрос о закрытии предприятий и увольнении более 100 человек. Высекчи аварийные древы на дворовой территории, обмежавась рух приватного аутотранспорту, навести парадок на берагу раки, перевести на вакантную посаду с больш высокой оплатой. Обмежавание по пытаниях, по яких можно звертаться до старшиней Аблвыконкама, не иснуя. Керавник областного громадского объединения «Велогомель» Валентина Пазнякова пришла с конкретной пропановой створать инфраструктуру для руху велосипеда у прабудовництве новых объектов. У приватности размова идти об мемориальном комплексе «Партызанская крынишка», проект, якого зараз распрасовывается. Накольки отрымается реализовать эту пропанову у конкретным выпадку, сказать, поколь складана. Але интересы аматеров здорового галаду життя будут обовязково у Лишвеца. Хотим создать квадратами, допустим, один квадрат на 10 гектар, а тут будет олень. В втором квадрате будут дикие кабаны. И для своих детей, для гомельских, мы будем под гомелем делать. Вот это будет реально. Это будем мы делать, тогда им проще, потому что они в своих лесных массивах располагают. Вот там это будет, как называется, тропа здоровья, движение, велосипедистов для этих. Это мы занимаемся сейчас уже и Липске, и Дрожеве. Эту идею мы обсуждали у Мозыры, когда запускали пилетный завод, потом это рассматривали. Поэтому это все будем учтем. Мы знаем, что у нас это есть вопрос. И в протяге темы – размова об реализации национальной концепции развития велосипедного руху. В наступном годе на гомельшине пройдет великий велопробег по местам боевой славы. В планах так само организация веломарафону с уделом людей розного взрослого. А про шатого зараз разглядается махчимость творения некольких велосипедных маршрутов. Для горожан, конечно, полезно, чтобы были разработаны маршруты за город. Потому что не все, приобретая велосипед, знают, куда им поехать за город. То есть такие проекты, конечно, они очень важны. На текущий момент у нас на нашем сайте, овг.байк, есть несколько маршрутов, по которым люди могут проехать. Но, опять же, мы выступаем с такой инициативой, чтобы эти маршруты при поддержке городских властей маркировать. Потому что не каждый человек может по карте передвигаться, не заблудившись. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо-компания «Гомель». Поширение навыково-технического сопрацовництва в проектовании и вытворчестве инновационной техники для сельской господарки. На Гомсельмаши пройшла международная конференция «Инновационные технологии» в агропромысловом комплексе «Сёння и завтра». Чем гонораться гомельские конструкторы и какие задачи ставить перед собой, расскажет Марина Северьянова. Летось на международную конференцию «Гомель» приезжали каля 120 удельников. Селита за несприяльные пидситуации навыково-технические встречи вырешили провести интерактивно. Свои пропоновые распроцовки-доклады дослали каля 70-ти навыковоцов с Беларуси, России, Украины и Грузии. По выниках форумов выдадут сборник. Але халоны – самые цикавые идеи – отримают практичное вособление. «Конференция даёт толчок в развитии наших специалистов, потому что в этих публикациях почти третью часть занимают практические и теоретические работы, которые проведены в рамках нашей научной организации. Мы делимся своим опытом. Таким образом привлекаем к диалогу специалистов из других организаций». В последние годы измельчилося супрацовничество навыково-практичного центра комбайна-будования «Заблывыконкамам». С инновационного фонда выделяются сроки для вытворчасти конкурента здольной техники. Летость НТЦК отримал каля 6 млн рублев. Селита будет еще 4. Сотрыманные в минулом году гроши закупили инновационные обстреливания. Усяго 11 позиций. И зараз у НТЦК займаются уникальными не только для Беларуси, але и для усяго света распроцовками. Наприклад, замест вытворчасти доследного узора нового комбайна, циклы его створения-выпробований заменяют личбовые двойники, которые имитуют все процессы. Это не только сокращает шлях до серийного выпуска новых моделей техники, але и позволяет в десятки разов экономить гроши. Ранее для серийного выпуска техники с початку треба было сделать доследную одзинку, потом долгий час при разных климатичных умовах выпробовать ее на полях. Выправлять недохопы, выпробовать снова и только потом ставить на конвейер. Зараз у всех эти процессы моделюются виртуально. Исключены ошибки грубые, которые, вы понимаете, что можно изготовить опытный образец, выехать в поле, а он не будет работать. То есть исключены ошибки, найдено направление, естественно, полевые испытания необходимы для доведения до нужных параметров. Но, тем не менее, это так называемое виртуальное испытание, так называемый цифровой двойник, который нам позволяет на нем отрабатывать все необходимые моменты, связанные с условиями эксплуатации всевозможными. А сельхозтехника эксплуатируется в очень разных условиях, это понятно. Это и засушливые поля Краснодара, и влажные поля Витебской области. Например, на программно-аппаратном комплексе «Роки» можно просажить рух сыпучих материалов, бульбы, зерни. У приватности виртуально настроить работу комбайна так, как он выгрожал абсолютно чистая сбожа, до того же без трат и вельми худко. Комбайн с такими функциями однозначно будет конкурентно сдольным. Здесь вы видите использование программно-аппаратного комплекса «Роки». Здесь моделируется выгрузка зерна из бункера зерноуборочного комбайна с так называемой нижней выгрузкой. Все мировые комбайно-строители борются за повышение эффективности выгрузной системы. Эта система выгрузки зерна из бункера должна за минимально короткое время выгрузить зерно из бункера в транспортное средство, при этом исключить повреждения зерна и минимизировать мощность. До речи, гроши из инновационного фонда «Абдваканками» выделяются под гаранту и их вертание в бюджет после практичной реализации проекта. Технику «Гомсельмаша» заразь купляют больше ку-30 краинах. Всю лето в першиню ее продали у Зимбабве. Ведутся перемоги о поставках и в иншие африканские регионы. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской больницы худкой медицинской допомоги будет побудована еще один корпус. Зараз тут иди взносы старых будинков, на месте яких начнется реализация проекта. Перспективы медицинского обслуговывания – тема нашего наступного сюжета. Гомельская больница худкой медицинской допомоги установа у певной ступени уникальная. Их история начинается в 1903 году с открытия земской больницы. Этот будинок захавался до нашего часа. В 1970-м тут узвели еще один корпус, а леп раз в 50 годов и его площадь стала уже недостаткова. У дневни минулого года установлена веда старшиня, был выконка Магина Целовей. После чего было принятое решение об узведении еще одного корпуса. Проект распространяли у институте «Гомель громадян проект». Буду давнейшие работы будет выполнять 14-й трест. Будут сложности с инженерной инфраструктурой. Необходимо будет вжать в условиях провести новые инженерные коммуникации. Газопроводы, теплотрасы, водопроводы, напорные коллектора. Будет очень интересно. С технической точки зрения здание тоже не самое простое. Усложняющим фактором является то, что строительство будет осуществляться в действующем учреждении. Это очень интересно. То есть здесь придется очень грамотно и тонко выстраивать логистическую составляющую. Как считается, проект будет реализованный за два года. Сейчас идут подрихтовщие работы по взносу старых домов, на месте которых появится новый корпус. Разберечь необходимо несколько объектов на территории самой больницы, а также три домы приватного сектора. И холодильники уже отримали ордеры на новое жилье. Что тычется нового корпуса, это будет, правда, сучасная медицинская установа, оснащенная обсталяванием европейского узровня. Причем наибольшь дорогие аппараты будут набыты и за кошт Министерства охоты здоровья. В четырехэтажном здании два этажа будет занимать отделение урологии с современным операционным блоком, аппарат литотриптер, который очень необходим, ну и, соответственно, отделение реанимации и анестезиологии на 18 коек с самым современным медицинским оборудованием. И что нас очень радует, о том, что Министерство здравоохранения за счет собственных средств обещает нам, так сказать, поставить компьютер-интомограф, аппарат МРТ и литотриптер за счет целевых финансовых средств Министерства. Олег Синчеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Министерство охоты здоровья Беларуси поведомило про подрыхтовку областей до другой хвали коронавируса. В Гомельской области распространенный план додатковых мероприемств по попереджению распоусюдживания инфекции. В регионе функционирует больше за 1700 кропок подачи кислородов и амаль 500 аппаратов штучной вентиляции легких. У поликлиниках и больницах створен необходимый запас вороткового обороны медперсоналу. Есть запас леков супротивирусного, антибактерийного и гаражка понижального деяния в разлику на два месяца. У аптеках подтримливается неизнежальный запас масок, пальчаток и оховных костюмов. Леков и сродков дезинфекции для бесперебойного забеспечения проводится постоянным мониторным. Иснуется, Ложковый фонд целком задовольняет потребы насильства в стационарном лечении. Подведение выника. Сегодня отбылась 26-я справозначно-выборчая конференция Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа». Ей главная тема – досягнение минулых пяти годов и особенно селетнее. А в высокородных справах «Червоного крыжа» в регионе – наступный сюжет. Сустреча отбылась в онлайн-офлайн формате. Большая частка делегатов удельничала у ее прозвидая совесть. Во умовах пандемии COVID-19 сабрать у адным помешканні больше, як 150 человек проблематычна. Для областной организации «Червоного крыжа» падея особливая. Подобные мероприемствы проходят разу пять годов. На парадку дня – выборы членов із старшыні президуумы региональной организации, керавника областного «Червоного крыжа», делегатов на 24-й з'езд Белорусского товариства «Червоного крыжа». Дарэчы, на пасаді старшыні областной организации засталася Алла Смоляк. Але тема номер один – выніки дзейнасті. Модераторы конферэнцыі упэўнены. Супрацовнікам Гомельшыны Ёсшымга Нарыцца. Мы гордимся Гомельшской областной организацией, потому что это одна из лучших составляющих Белорусского общества «Красного крыжа», которая может гордиться своими достижениями, своими инновациями, которые привнесены. Особенно показательным был этот год. На слуху, наверное, у всех ситуация с хасидами. Гомельская областная организация «Червоного крыжа» – объедновая мнозство на прамках у работы. Медага социальная служба допомога, подтрымливая одиноких пожилых людей. Одзіны ў Республікі Беларусь крызісны центр займаецца социалізація асоб, безпэўнага месца жыхарства і людзей, які апынуліся ў тяжких жыцёвых абставінах. Капапярэдзіць распаўсуджвання COVID-19, медыцынскім і соціальным установам аказана допомога на суму больш як 300 тыс. рублёв. Планы на будучыню пераконваюць – організація не збавіць абаротэ. В планах ў нас на следующую пятилетку – это расширение наших сервісных центров. Но какого плана? Мы собираемся открыть пункт проката средств реабилітации для инвалидов первой-второй групы. То есть это такой серьёзный будет пункт проката, где мы сможем даже, может быть, и медицинское оборудование, которое характерно только для индивидуального пользования, предоставлять своим бенефіцарам. У структуру Гомельской областной організацій Червонага Крыжа ў ваходзіць більш як 202 тыс. членов таварыства. И гэта лічба пастоянна расте. Миколай Скинціян, Ігор Марышенко, Телерадоя Кампанія Гомель. У Гомеля узбудзіли крымінальныю справу супраць мушына, які сорваў з будынка державны флаг і выкінуў ягу ў сметніцу. Аб инциденте милицыі стала вядома першага листапада пасля вылучэня записов камеры виды назірання. На кадрах башна як мушына на проспекте Ленина узабраўся на холодильник і зламаў дрыўка флага. Потім ён выкінуў стяху сметтівы контейнер на вулице Сялянской. Ушел ночію по вулице, залез і снял беларуський флаг і бросил ў мусор на ведро. Вы были в состоянии алкогольного опьянения? Да, я пил, пил. Сильно сажалиў своўі поступки, естественно, я бы не повторил ў вўчарас. Следшія дали правовуўу оценку дзеўням гамельчанина і узбудзіли кримінальнуў справу за здек над державным символом Беларусі. 46-годовы мушына – прадпрымальник ранее неодноразово прытягуваўся до администраційной адказности. Учора мы рассказывали про зарегістраванне ў регіоня выпадкі хулиганства у надшыгунцы. По адным з их узбудзіли кримінальнуў справу. Размова об инцидэнція на пероезде побач звёздкой Ларышева ў Добрускім районе. Яше по троха здарэнях, які отбыліся на днях, і шли проверки. Сёдня старший помошник гамельского транспортного прокурора Уладимир Токарэвскі поведамі ў нашым коррэспондентам, що по гэтых справах так само распочаты кримінальні процесы. Так, побач со станціей Гамель-Пауночны была зафиксованна занятость участка. Причина – закорочування рейкова галанцуга дрота. Аналогічныя выпадкі на адшыгуночных перагонах Светлагорск-Жерці, Мазыр-Козенкі. Кримінальні справы продуглеживаўць покарання минимум до трох годів позбавління волі. Пошукам злочинців займаюця супрацовнікі органів внутріних справ. Час платіць податкі на нерухомість, зямельны і аренду за участкі, які знаходяться у держмайомости, сё літа пошній дзінь – 16 листопада. А платіць можна безнаявным спосібам у темліку празгірыб, альбо наявными сродками ў банку, податковым органі, поселковым, сельскім выконкамі, на пошті. Калі не разлічится свайчасово, будзе налічацься пеня. Так само продуглежена администраційна адказнаць. Спеціалісты просяць не откладывать оплату на пошній дзінь, а так само оформять особистый кабінет, куди будуть приходять усі напаміны, повершенні квітанція. Гэта інша новинна інформація проєктах Телерадио кампании «Гомель» вы можете знайсти на нашім сайті в інтернете по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Усяго доброго і до зустрічі у ефіра. Дякую за перегляд! А потом водил за нас клюнувших на заманчивое предложение людей. Всем говорил, что машина сейчас в другом городе. Если потенціальный покупатель хотел на нее посмотреть, мошенник просил внести аванс, объясняя это тем, что желающих совершить покупку у него много. В качестве брони предлагал переводить суммы ему на телефон. Когда таких предоплат набиралось 2 или 3, объявления сайта удалял, а сим-карту выбрасывал. Были случаи, когда я размещал объявления автомобилей, которые уже были проданы, я повторно их выставлял. Для того, чтобы получить задаток и воспользоваться этими деньгами. Который не вернулся вон. Я думаю, что в общей сложности 15-20 человек. Оперативники нашли у задержанного фотографии машин, которые ранее фигурировали в других объявлениях. Сим-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц. И около 10 банковских карт. В агрогородке Красный берег Жлобинского района отец убил сына. Обстоятельства преступления сейчас выясняют следователи. По их версии, 27 октября супружеская пара вместе с сыном распивали в доме спиртное. После конфликта 60-летний глава семейства схватился за нож и нанес удары своему сыну. Тот скончался на месте происшествия. В ходе разбирательства муж и жена поначалу обвиняли в убийстве друг друга. Но в дальнейшем, в ходе следственных действий и очной ставки, глава семейства сознался в преступлении. Мужчина заключен под стражу. За минувшие сутки в Гомельской области на пожаре пострадали два гаража. В одном из них сгорел автомобиль. Volkswagen Venta восстановлению не подлежит. На пожаре, который произошел в деревне Антоновка Добружского района, машина выгорела полностью. Пострадавших нет. Предполагается, что это было неосторожное обращение с огнем. А в деревне Салтаново Речицкого района внутри гаража пострадало только имущество. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. И к пожарам в жилом секторе. Всего за минувшие сутки зафиксировано пять возгораний. Пострадавших нет. Зато выявлен факт поджога в Мозере. На Первомайском переулке загорелся балкон на третьем этаже многоквартирного дома. Хозяева вовремя сообщили об этом в МЧС. Компетентные органы проводят проверку. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Команды из Гомельской области провели очередные матчи Высшей лиги хоккейного чемпионата страны. Гомель-2, обитающий в самом низу турнирной таблицы, дважды обыграл соседа Барановический Соболь. На домашнем льду Рыси праздновали виктории со счетом 5-3 и 2-1. В таблице Высшей лиги Гомель-2 на 13-м месте. Дубль Металлурга замыкает пятерку сильнейших. Столевары на родном льду были дважды биты лидером минскими зубрами 1-8 и 2-5. Эдуард Ярош останется в Гомеле. 20-летний левый угловой подписал контракт с гонбольным клубом из нашего областного центра. Соглашение рассчитано на три года. В Гомеле состоялось открытое первенство области по фехтованию. Состязали спортсмены в возрасте до 23 лет. В состязаниях раперистов весь пьедестал заняли гомельчане. У мужчин победил Егор Репин. На втором месте расположился Егор Бадюков. Бронза у Арсения Богдановича и Арсения Родина. Анастасия Назарова стала сильнейшей у девушек. На второй строке итогового протокола расположилась Александра Домоцкая. Бронзовые награды у Олеси Тотиковой и Марии Мазуровой. В состязаниях мастеров шпаги у хозяев турнира три бронзовые награды. На пьедестал поднимались Дмитрий Селютин, Виолетта Гуреева и Елизавета Левша. Кроме гомельчан за медали боролись спортсмены из Минска, Бреста и Могилева. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова